Главный дипломат США Антони Блинкин отправился в Польшу после визита в Киев. В Варшаве он провел переговоры с премьер-министром Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и главой МИДа Польши Радославом Сикорским. В частности, они обсудили углубление оборонного сотрудничества Вашингтона с Варшавой и поддержку Украины. То, что мы узнали от наших украинских партнеров, послужит основой для дискуссии, которые мы будем вести с другими союзниками и партнерами в ближайшие дни недели. И очень уместно, что мы начали этот разговор с нашими союзниками здесь, в Польше. Как Запад мы должны продолжать поставлять Украине современные системы ПВО, а также, по нашему мнению, снять ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия. Актуальность этого вопроса возросла после того, как США подтвердили, что Иран успешно поставил баллистические ракеты России. Как сообщило издание «Политика», ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, «Белый дом» готов ослабить некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия, предоставленного Украине. Детали пока не уточняются. Нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом значительно поменяли тон по сравнению с теми, которые состоялись летом. И это сигнализирует о том, что администрация Байдена, возможно, готова, наконец, согласиться на просьбы Киева и позволить украинским военным более решительно защищаться. Из публикации «Политико». В Киеве Антони Блинкин заявил, что США полны решимости обеспечить Украину всем необходимым для достижения успеха. Тем временем, группа республиканцев в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США призвала президента Байдена снять ограничения на использование ВСУ американских дальнобойных ракет для ударов по целям в России. При этом они заявляют, что не разделяют опасения по поводу возможной эскалации. У России не должно быть безопасного места, откуда она может безнаказанно совершать военные преступления против Украины. Бессмысленные ограничения администрации Байдена Харрис в сочетании с затягиванием поставок критически важного оружия не дают Украине довести эту войну до победного завершения. Из письма на сайте Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Лондон должен снять ограничения на использование Киевом ракет «Штормшедо» для ударов по целям вглубь территории России. Такое мнение высказал экс-министр обороны Великобритании Гранд Шапц. По его словам, на фоне последних воздушных российских атак по украинским городам, в частности с использованием управляемых авиационных бомб, Великобритания должна срочно одобрить использование своего дальнобойного оружия. Британия должна выдать прямое предупреждение Путину. Если вы продолжите убивать мужчин, женщины и детей кабами, запущенными из России, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожать ваши пусковые установки, где бы они ни находились. Гранд Шапц, министр обороны Великобритании 2023-2024 года в комментарии «Санды Таймс». Дальнобойные ракеты «Атакамс» и «Штормшедо» уже поставляют в Украину. Они применяются против российской армии, но не вглубь территории России. Их дальность до 300 километров. Поскольку в «Штормшедо» есть американские компоненты, от США требуется разрешение для их применения. По словам экспертов, речь также может идти о крылатых ракетах воздушного базирования производства США «Джасом» с дальностью 370 километров. Они пока не поставлялись Украине, но в американской прессе обсуждается такая возможность. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.